Показание в себе не может быть, чтобы пить на все. Показание в церкви впервые. Показание в себе. Это не только себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. А люди премия стал Антиох-Эпифан. Я там хочу уточнить... Один секунд. Я хочу там уточнить, когда мы записывали три пункта. Первое у нас шло первородный грех или оригинальный грех. Второе идет кровавое искупление. Расплата, искупление. Да, там же... Вот где это в скобочках можете добавить, что это вопрос искупления кровью. Потому что смысл будет не в слове жертвенник, а смысл будет в искуплении кровью. Чтобы вы акцентой на правильном делу. Давайте начнем с молитвы. Господь, я благодарю Тебя за истину, истину Твоего Слова, Господь. Господь, Твоё Слово говорит, что мы должны смиренно принимать Его. Потому что оно может принести спасение нашим душам. И, Боже, я благодарю Тебя за то, что мы уже приняли Твоё Слово и уже спасены. Но, Господь, эти слова жизни могут спасти других людей ещё, которые не знают Тебя. Дай нам мудрость, как правильно использовать Твои слова, когда мы будем направлять других людей по направлению к Тебе. Во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Итак, вопросы есть у кого-то, и там есть микрофон, чтобы ваши вопросы звучали в микрофон и было слышно. Я хочу, чтобы вы сейчас сконцентрировались и услышали. Меня интересуют вопросы по поводу возражениям, еврейским возражениям. Есть какие-то вопросы? Да, есть. Вот Исайя 7,14, там написано о том, что сидела в очреве примет и родит сына, там и нарекут ему. Ну, то есть, именно сидела в очреве, но евреи говорят, что здесь не говорится о девственнице. Типа, что Мария, она не была девственницей, как христиане утверждают. 7. Исайя 7,14. Исайя 7,14. Это у меня запланированный ответ идет по пункту третьему. Я буду это касаться, там, про мессианство Иисуса, там будет говориться о его зачатии. И первое мы говорили, да, первородный грех, второе будет искупительная кровь, и третье будет мессианство Иишуа. Поэтому мы затронем мессианские пророчества. Очень хороший вопрос, Антон. Но позволь там ответ услышать в то время. Это очень распространенное возражение у евреев, поэтому мы ответим на него обязательно. Передайте микрофон на первую парту, пожалуйста. Что бы вы ответили на такое возражение, когда человек говорит, в космос летали, Бога не видели. Что вы можете ответить на этот тип обвинения. Мы были в спи, и мы не видели Бога. Кто был в спи? Некоторые пилоты, это не важно, кто. Они летали в спи, и они были в спи, и нет Бога там. Как вы можете ответить на эту обвинения? Если это написано, что Бог на небе. Библия говорит о том, что Господа никто не видит. Он невидимый. Ты не можешь видеть ветер, ты не можешь видеть холод. Ты не можешь видеть тепло. Но когда солнце выходит, ты чувствуешь его тепло. Но когда холод наступает, ты чувствуешь этот холод. У тебя есть чувства. Ты можешь чувствовать и переживать какие-то вещи, но не обязательно видеть их. Но ты видишь результат определенных действий. И результат Божьего существования — это Его творение. И Его творение как раз и есть результат проявления того невидимого, которое стало видимым. Вообще, я бы сказал, что это возражение и аргумент трехлетнего ребенка. Серьезные люди такие вопросы не задают. Это очень детское возражение. Можно в микрофон говорить? Вопросы записываются. Повторите. Есть люди, которые называют себя атеистами, и вот они, как правило, такими аргументами аргументируют свои отражения. Но это очень примитивный такой слабый аргумент. То есть на Него только вот так и можно ответить, что холод существует не через то, что ты видишь, а чувствуешь. Он просто даже не научный, ты его не ответишь по-другому. Да. У меня вопрос о Георре. Чтобы он посоветовал сказать женщине, которая хочет принять Георр, но она считает себя христианкой, но она не знает Иисуса, так, чтобы ее не всплывать этими терминами о крови, о жертвеннике. Она там влюблена в еврея. Как она может считать себя христианской, при этом не знать Иисуса? Ну, как православие считает себя. Так и говори, православная. Вот, православная, которую хочет принять Георр. What you can say to a lady who wants to get married with a Jewish guy, she called herself a believer. She, like, visited Orthodox Ukrainian church, and she wants to get married with a Jewish guy and live to Israel, and she wants to do this, yeah, Георр, it's, you know, this word? She wants to be a guy. She can do it to Judaism? She wants to convert herself in Judaism. What you should, what you will say to her to stop her, not frightening her with words, with blood, sacrifice, and stuff like this. What, how gently to speak with her? Well, first of all, the first question is, is she genuinely a Christian? No, she's Orthodox believer. Orthodox church. She thinks that she is a believer. Right. So, basically, you have two unbelievers getting married. Только один иудаизм, а другой православный. Если бы она была возрожденной христианкой, рожденной свыше. Может быть, может быть, не сильно утвержденной, но, по крайней мере, рожденной свыше, и она бы хотела выйти замуж за еврейского парня. У меня была такая пара, которые приехали в Израиль, и она обернулась в иудаизм. И потом она встретила еврея в Израиле, верующего в Иешуа, меня. И я ей сказал, что, ну, Иисус — еврейский мессия. То есть, ты, получается, человек готов отказаться от Христа только ради того, чтобы выйти замуж за еврея. Это, ну, оно вводит в конфуз и может остановить этот процесс обращения в иудаизм. Библия четко и ясно говорит, что верующие не должны становиться под одно ярмо с неверующими. Но это не написано, что они не могут жениться на неверующих. Это выглядит, твоя ситуация, как неверующий женится на еврея неверующим. И было бы хорошо, если бы они оба обернулись в веру, было бы фантастически. Если он ортодоксальный еврей, а она просто православная, входящая в православный храм, здесь нет разницы, они оба неверующие. У меня еще один вопросик, можно? Вот у меня даже два маленьких. Мне вот от вас нужно, чтобы вы сказали, если вы знаете по поводу Кипы, история ее появления, потому что я интернет перелопатил, то есть, ну, в разумительных, ну, не нашел ответов, откуда появилась. Вот, и второй маленький, это по субботе. Вот именно, потому что это такой разделяющий вопрос, и важный для евреев, например, они субботу отстаивают, а христиане, они отстаивают воскресенье. И вот, ну, ваш вот такой вот, как бы, аргумент или слова, объяснение. Two questions. First question, do you know when Kippa started to exist? When Kippa started to exist, when they started to wear, because he tried to find the history of Kippa in the Internet and couldn't. And second question, it's about Shabbat. Jewish people still keep in Shabbat, and they have day rest, like on Saturday. The Christian world keep day rest as Sunday. And many argues in this question, which day it's better, which day you should to have this rest, and which day you should to keep as a Shabbat in this situation. So, this will be the last question that I answer and will go into the original sin question. Это последний вопрос, на который я дам ответ, и потом мы перейдем к нашему первому пункту, первородный грех. So, as far as the Kippa, to be honest, I don't know the exact history or the exact history of the Bible. Я знаю причину, почему она появилась. Я знаю, что это установили раввины, не помню, когда точно. Но объяснение, которое я все время слышал, которое вы у меня научили, это покров между мной и Богом. Вообще-то это свидетельство разделения от того, насколько свят и высок Господь, и насколько мы не соответствуем. То есть это даже можно смотреть, рассматривать как символ разделения, что мы признаем, что между нами есть разница большая, между нами и Богом. И входить в синагогу без кипы или возле стены плача быть без кипы, у меня лично есть ощущение, что я туда не одетый пришел, вот если забыл ее. То есть как будто ты забыл одеться и голый пришел туда. Поэтому у меня есть такое ощущение, лично мое переживание, что надо покров какой-то. Хорошо вопрос. И so second question, about Shabbat. О, yes, yes, about Shabbat. So as far as Shabbat goes, my understanding is that Christians don't claim that it's Sunday and Sabbath. The Sunday is called the Lord's Day. It's not for the Sabbath. In general, in fact it's called the Lord's Day, which the Lord's Day is the day of the resurrection. And so he just celebrates on that day, on the Lord's Day. Can I translate? You speak so much? Sorry. Ты все понял? Ты так улыбаешься, так реагируешь, как будто ты абсолютно все понимаешь. Я говорю без переводчика уже. Слушайте, может помолимся, а дарьи развлечение. Зачем переводчик? Понимаете, английский. Смотри, не евреи, христиане, называют воскресенье не шабатом, а днем для Господа называют. И это название, оно даже изначально пошло как празднование дня его воскресенья. То есть от этого исходит. Но это не значит, что они в воскресенье исполняют шабат. Понял, да, разницу? Что евреи хранят субботу, как субботу, а христиане не просто перенесли субботу на воскресенье и хранят субботу, но в воскресенье, а празднуют совершенно другой день. Они празднуют день его воскресенья. То есть это две просто абсолютно разных вещи. Да, у них нет. Это не... Да, воскресенье, это не шабат, это день его воскресенья. И многие теологи, это уже как бы и доказано, и никто не спорит с этим, что шабат начинается в пятницу, с захода солнца и до субботы захода солнца. И, ну, когда христиане спорят, это не слишком разумно спорить о том, что надо праздновать типа шабат в воскресенье или хранить его как праздник, что типа это одно и то же, но только по-христиански. Итак, идем к первому пункту «Первородный грех». Он очень важен, потому что важно разбираться в еврейском мышлении, как они думают, что для них что означает. христиане ошибаются в том, что они считают, что евреи смотрят примерно так же на мир, как и они. Они считают, христиане считают, что евреи, также включая и ортодексальных евреев, имеют библейское понимание мира и всего, что происходит. И на самом деле, часто христиане бывают шокированы и удивлены о том, что евреи на самом деле не мыслят так и не размышляют так об этих вопросах и вещах. И они шокированы от того, что они говорят, ну, это же Божий выбранный народ, и вот как это, они не знают, что написано в слове и не знают, как это жить по нему. И очень важно понимать, что в некоторых моментах, да, еврейское видение, взгляд на мир и на библейское основание, оно может быть похоже с христианским, но во многих вопросах оно имеет конкретно отличающееся понимание. Я просто председаю, что особенно ортодексы, которые верят, я думал, что все ортодексы знают и верят, что мы все грешники и рождены в греховной природе. Но я был шокирован узнать и столкнуться с мыслью, что они так не верят. И очень иногда шокирует встречаться с ортодексальными раввинами и верующими, и общаться с ними, и понимать, осознавать вдруг, во что они верят. Я провел 4 месяца в Ешиве, религиозной школе в Иерусалиме, как верующие уже. Они там пытались обработать меня и вернуть снова в иудаизм. Я хотел бы иметь время поделиться с вами и рассказать, что я пережил, потому что, да, у меня есть духовное образование с библейской школы, но настоящая тренировка моя и осознание вещей произошла там, в этой ортодексально-религиозной школе, когда они пытались обратить меня снова в иудаизм. 4 месяца в этой религиозной школе испытаний и проверки моей веры было как будто 10 лет в библейской школе. И то, что я сейчас с вами делюсь и буду делиться, это максимум того, что я слышал в этой религиозной школе от евреев и иудеев, во что они верят. И короткая вот вам история всего этого. У меня есть двоюродный брат, который очень известный раввин в Южной Африке. И мы достаточно близки с ним. И мы были достаточно близки, но когда я покаялся и принял Иешуа, огромная пропасть стала между нами. И я знал, когда покаялся, я знал, что рано или поздно придет время, когда мне придется отстаивать свою веру в Иисуса перед духовными лидерами, перед раввинами, и перед важными наученными в иудаизме людьми. Мне придется, я буду испытан, моя вера будет испытана. И очень часто у них есть такое возражение, что, а, ну тебя покаяли и обратили в христианство, потому что на самом деле тебя плохо научили в иудаизме, не доучили. Если бы ты был научен достаточно, тебя бы не удалось обратить в христианство. И я знал, что времена придут, когда моя вера будет реально по-настоящему испытана и взвешена. И, духовно говоря, я знал, что это будет опасный момент в моей жизни. Потому что 21 еврея, покаявшегося, обернули обратно в иудаизм, в этой ишиве, куда я попал для перепрограммирования. И из-за того, что они не смогли устоять своей вере, из-за того, что у них не было достаточно сильного основания, их снова обратили в иудаизм, и они отреклись от всего, что в христианстве, и они не смогли аргументировать свою веру никак. Но Бог позволил мне попасть в эту школу тогда, когда я был готов к ней уже. И, на самом деле, те четыре месяца в той религиозной школе сделали меня таким верующим, каким я и являюсь сегодня. Какое бы вы не слышали возражения, что бы вам ни говорили, вы должны реально осознавать, во что вы верите и стоять на своем основании. И, включая, говоря о первородном грехе, о греховной природе вообще, и, естественно, это касается всех, но это относится к еврейскому народу. Если вы сможете убедить их, что они были рождены в греховной природе, тогда вы образуете нужду, которой необходимы решение. есть очень странное учение в ортодоксальных кругах. Вы можете проверить это в интернете, почитать там онлайн. Одно из этих странных учений, которые я услышал в этой школе, что они мне сказали, они верят, что есть 39 праведников на земле. Я не знаю, почему 39, но это то, как они верят. И 39 праведников, и не все они знают, кто они, кем они являются. Только Бог знает, и только они сами знают. И каким-то нереальным образом праведность этих 39 людей сдерживает Бога о том, чтобы разрушить этот мир. потом идет, можно даже сказать, такое поклонение раввинам и их мудрости. Вы слышали термин хасиды или хасидизм? Хасид это праведный. И исходя из этого определения, они считают, что все хасиды вот они такие праведные люди. И они не видят себя грешниками, они видят себя праведными людьми. если они следуют за Богом, если они вот исполняют все это, они считают себя праведными. Много лет назад я был в Лондоне, и мы делали что-то очень-очень смелое на улицах Лондона на перекрестке, где стояла хаббатская синагога. Кто-нибудь слышал о монахеме Шниерсуане? Монахем Шниерсон был хаббатским раввином из Нью-Йорка, очень известным и важным. Он где-то сколько, 20 лет назад или сколько умер уже. А многие его провозгласили мессией. он никогда не был в Израиле, он жил в Нью-Йорке. И один из моих ответов на их аргументы, я говорю, что реально мессия из Нью-Йорка пришел, точно вообще никакого отношения к Иерусалиму не имеет. Какой мессия это может быть? И странная вещь, но несмотря на то, что он умер, все равно многие из них продолжают верить, что вот он-то и вернется второй раз и вот он мессия. И многие из вас наверняка знают, что хасидизм зародился у нас в стране, в Украине, где-то в районе 400 лет назад. И мы по дороге сюда в Одессу останавливались недалеко от Хмельницкого в Меджибидже на могиле этого Баал Шемтова, основателя хасидизма. И мы видели евреев, которые там вот просто поклоняются на его могиле. Наша команда была, мы вышли посмотреть просто на это место, там старое кладбище еврейское. И мы зашли внутрь гробницы и там был еврей, который просто очень усердно поклонялся, он даже не понял, какая толпа зашла внутрь, потому что такое ощущение, как будто он в трансе был. И я разговаривал с некоторыми последователями этого монахема Шнейрсона. И я был снаружи этой хаббатской синагоги на перекрестке в Лондоне. И все родители, которые направляли в синагогу, запрещали своим детям разговаривать со мной, потому что я страшный человек. Я очень опасный человек. И у еврейского ортодоксального сообщества есть список опасных людей, опасных личностей, с которыми нельзя общаться. Я вхожу в этот список, так что я очень горд, что я попал в этот список. И есть предупреждение со мной не разговаривать. Что вызывает обратную реакцию, и молодые еврейские ребята таки хотят прийти и поговорить со мной. Это ж как со всеми детьми. Ты детям говоришь не делай, это вызывает обратную реакцию, и они очень хотят это сделать. Это сила Господня в данном случае. И у меня было несколько минут с молодым хасидским парнем, и мы начали говорить с ним о Монахе Мишней Ирсоне, об этом раввине. И я сказал ему, слушай, но мы все грешники, нам всем необходимо спасение. Монахе И даже Монахем Шнеерсон грешник, он грешник, он грешник, он грешник, и выражение шока на его лице было просто нарисовано, оно было явно. Я не знаю, что его так могло шокировать, я просто произнес, что Шнеерсон тоже грешник. И он сказал, правда? Что же делать? И я осознал вдруг, что мы находимся на абсолютно разных уровнях. Когда ты кого-то в еврейском сообществе называешь грешником, это значит, как будто он сделал что-то плохое, и ты об этом знаешь. Или что он наелся свиных сосисок, или что он кому-то там, какому-то идолу поклонялся, или еще что-то совершил. Ел печеньки на Песах, или сделал что-то еще ужасное. И я осознал, что мы разговариваем на абсолютно двух разных уровнях. Я говорил о вот этой природе греховной, которой относимся все мы, это касается каждого из нас. что мы унаследовали эту греховную природу из-за падения, грехопадения Адама и Евы. А он думал о каком-то поступке специфическом, которое могло бы назвать его грешником потом. И это выглядело так, как будто я знаю какие-то скрытые грехи, от которых Шнейрсон признался. Я не знаю, что кто-либо, я не думаю, что кто-либо знает, что он там творил в Шнейрсон. И когда я был в этой религиозной ешиве, религиозной школе в Иерусалиме четыре месяца, и они пытались перепрограммировать меня, я говорил с ними о вот этой природе первородного греха, греховной природе нашей. И естественно, я использовал всем известный пример падения Адама и Евы, Ветхий Завет, Писание, Бытие. Они сказали, так, это был грех Адама и Евы, какое-то отношение имеет к нам. Но они не поняли системы о том, что мы унаследовали эту греховную природу от них. И да, мы не будем наказаны за грех Адама и Евы, мы будем наказываться за свои личные грехи. И ты не можешь никак пользоваться Новым Заветом и тем, что утверждено в нем, потому что они не верят в Новый Завет. Поэтому тебе необходимо использовать Ветхий Завет и молиться о мудрости, чтобы Дух Святой им открыл и явил это через Ветхий Завет. И я обратился к очень явному примеру. И это Псалом 50-й у нас в нашей Библии, 50-й, где царь Давид признается в прелюбодеянии с Версавией. И это Псалом, в котором Давид признается, исповедует свои грехи и просит Бога об очищении. Если у вас будет время, я прошу прочитайте этот Псалом полностью, потому что он очень сильный. Нет. разница в стихах идет. У нас седьмой стих. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. седьмой стих. Да, это в нашей Библии седьмой стих. И когда я аргументировал перед раввинами, я говорил, смотрите, сам царь Давид признает о том, что он во грехе родила его мать, он зачат был в состоянии греха. Их возражение на это местописание, вы будете шокированы этим возражением. вы знаете историю, когда пророк попросил всех сыновей Исеевых вывести, чтобы он выбрал нового царя. помните? И что Давид не явился туда. И они оставили Давида на поле, он не был приглашен на этот просмотр. И вот что они отвечают, это исходит из раввинистического учения, поэтому оно никак не соотносится с Писанием, очень странное учение, поэтому они больше увлекаются учением раввинов, а не Писанием. вот что раввин этот говорит, что не пригласили Давида тогда на просмотр в будущие цари, потому что он был зачат во грехе в каком смысле? Его отец согрешил с другой женщиной, он был зачат от другой матери, поэтому он как бы был наполовину небрачный, поэтому он и незакон, и поэтому вот он и говорил, что он во грехе зачат. Поэтому вот это Давид имел в виду, когда говорил о себе в этом псалме так. Поэтому какой бы аргумент вы не использовали, у них всегда есть контраргумент для того, чтобы оттолкнуть, не принять и не согласиться с этой вещью, что у нас все есть первородный грех, что у нас есть греховная природа и нам необходимо всем покаяние. Потому что им нравится очень концепция быть праведными, считаться праведными. праведными. И они считают, что они способны быть праведными без пролития крови и без жертвы Ишуа. И поэтому они пытаются всячески сражаться и отстаивать вот эту идею, чтобы только не соглашаться с первородным грехом и с этой системой. Если вы столкнетесь с такой ситуацией, что им придется объяснять, нужен Дух Святой, чтобы Он показал, дал мудрость и открыл это, и явил им. Если вы можете, вот здесь происходит 90% битвы. Я помню, как я свидетельствовал одному еврейскому парню однажды. Вообще, буквально, он имел шесть высших образований, шесть каких-то степеней. Очень академический, очень умный, очень. И все, что он мне говорил, он говорит, ну я же хороший человек. Я ему говорю о грехе, он говорит, я хороший человек. И это был единственный его ответ. И я верю, что вы такие ответы получали не только от евреев, но от любых людей. И если посмотреть на него, он действительно был неплохим парнем по сравнению с людьми, другими. он был дружелюбный, он вел себя как джентльмен, то есть он приятный парень был. Он был честным, никакой он не обманывал. я не знаю, почему Бог приводит ко мне вот этих всех академически умных и таких смышленых людей. И он делает мне такие проекты, чтобы привести их к Господу. Наверное, потому что Бог написал в Своем Слове, что он будет использовать самое глупое в этом мире, чтобы посрамить мудрое. И все, что он мог мне отвечать, это, что он хороший человек. он попал в страшную историю и выжил просто чудом. Его машина была смята большим траком, большим грузовиком, просто в смятку. И он был просто вообще не поранен ни капельки, и он знал, что его Бог сверхъестественно спас. И он хотел знать, почему это Бог так спас его, и поэтому он пришел ко мне и задавал вопросы. И у него был хороший выбор прийти ко мне. инфаркт, потом у него был инфаркт, и он был в реанимации, интенсивной терапии. И он был на мониторе, его сердце было подключено к монитору, и ему операцию даже на носе делали, потому что дышать вообще не мог. как-то там. И из всех историй, что я вам говорю, выглядит так, как будто я постоянно в таких ситуациях нахожусь с такими людьми. И мы не знаем, сколько времени ему осталось, потому что он был на вот этом подключенном аппарате. И я пришел помолиться за него, надеясь привести его к Господу, перед тем, как он вообще умрет. А он все еще продолжал мне говорить, что он хороший человек. И я честно говорю, не знаю, что делать с ним. И он мог умереть в любую секунду, и он продолжал мне говорить, что он хороший человек. И я знаю Божий голос, я знаю, когда Дух Святой говорит очень ясно. И когда он мне сказал, наверное, раз в двадцатый, что он хороший человек, Дух Святой мне сказал, согласись с ним, и скажи, что да, он хороший человек. И я такой, Боже, я действительно тебя слышу? и я просто послушался. И я сказал ему, слушай, я согласен с тобой, ты по-настоящему хороший человек. И он был шокирован, когда я ему это сказал. И он сказал, ты действительно считаешь, что я хороший человек? И я сказал, да, я тебя считаю за хорошего человека. он не мог понять, я шучу с ним или обманываю его или нет. И я сказал ему, слушай, ты можешь быть даже лучше человек, чем я. И я сказал, я просто хотел бы быть таким хорошим, как ты. И я сказал, но даже хорошие люди иногда делают плохие поступки. Я сказал, я знаю, что ты никого не убил в своей жизни, но скажи мне, когда-нибудь хотел кого-то убить? Я знаю, что ты не сделал этого, но было ли желание? И он сказал, ну да, наверное, у меня было такое желание. Потом я спросил его, у тебя было желание переспать с кем-то, кроме твоей жены? и я сказал ему, можешь не отвечать на этот вопрос, а с работы ты что-нибудь украл, вынес, может резинку, может карандаш какой-то. Я знаю, что это может быть маленькие вещи, но даже вот одна вот эта маленькая вещь может разделить тебя и Бога. и это как будто зажгло свет в его голове. И Бог меня остановил и сказал, больше ничего не говори ему, а то убьешь его словами. Оставь его, пусть он поразмыслит, потому что неизвестно, сколько ему осталось. И через неделю его племянник к нему пришел. Очень молодой еврейский верующий. И он пришел и сказал, о, дядя Аллен, ты спасен. И он сказал, ну, вообще-то я не думал, что мне надо спасение, но я поговорил с этим еврейским пастырем, и так все выглядит, что мне надо спасение. И его племянник говорит, ну, так что, помолиться с тобой, чтобы ты принял Иисуса? И тот говорит, ну, давай. И они помолились, он принял Господа. И через неделю он умер и ушел к Господу. Давайте похлопаем Богу. Причина, почему я поделился с вами этой историей, чтобы проиллюстрировать этот пункт. Моя работа была с этим парнем по благодати Божией, просто показать ему, что он грешник, что у него есть проблема, и что он разделен между Ним и его же Богом. И единственное восстановление с Богом может произойти только через Мессия. Я не помню точно, это была неделя или 10 дней до того, как он ушел к Господу. Но у нас было несколько, некоторое время, проведенное вместе, и оно было, ну, просто очень драгоценным. Он не мог дождаться того времени, когда он уже уйдет на небеса. Он был так рад, что он спасен. Мы закончили пункт первородного греха и греховной природы и возражений еврейским возражениям по поводу Иисуса. Завтра мы затронем искупление кровью и мессианство Иисуса. И последний час у нас будет час молитвы. Последние 30, может быть, 40 минут, чтобы мы успели все учение пройти. Аме